Это группа для тех, кто профессиональный коммуникатор, и ему нужно долго, много говорить, уверенно говорить, определенным тоном голоса владеть, управлять хорошо голосом, производить определенные впечатления, воздействие на людей. Либо это люди, которым это нужно для личного общения. Обязательно остановлюсь на том, какие есть тонкости общения с детьми и на том, какие есть тонкости общения между мужчиной и женщиной. Тут большая разница в том, как устроено мышление, на каком уровне сознание, подсознание. Первый модуль. Обучение состоит из трех модулей. В принципе, рассчитано на три месяца. Первый модуль, я его называю интенсивный модуль, потому что даю базовую информацию по характеристикам голоса и выразительности речи. Три недели не случайный срок проведения. Насколько вы знаете, что говорят, привычка вырабатывается за срок именно 21 день. Но, кстати говоря, это индивидуальный фактор от трех до восьми недель вообще-то. Поэтому зависит от интенсивности. Три недели интенсивно три раза в неделю, но коротко, недолго. То есть вот посмотрите внимательно, каким образом мы организуемся. Кто-то участвует только в групповых занятиях, а кто-то участвует и в групповых, и раз в неделю в индивидуальных. То есть после группового занятия, которое будет длиться, посмотрите, есть табличка, да, примерно там, когда даю тему. Это не значит, что я теорию одну рассказываю на групповом занятии. Нет, отмечу. Час двадцать, час тридцать где-то я буду укладываться, так рассчитывая. Это значит, что я рассказываю о какой-то характеристике голоса, и мы сразу же все вместе делаем какие-то упражнения. У вас на руках уже распечатаны конспекты с этими упражнениями. Вы смотрите в свои конспекты, и, соответственно, каждый пытается все это сделать по этому конспекту. Все расскажу, какие типичные ошибки и так далее. Но те, кто только в группе, они делают это, продолжают делать, занимаются дальше этими упражнениями самостоятельно. А те, кто у нас еще плюс индивидуально получает обратную связь, да, те включаются потом, или вот так в хангус мы включаемся, остаемся, я подключаю к себе людей, либо в скайп, это так, на всякий случай, резервный вариант. Вот. И тогда мы уже включаем видео, микрофоны, и, естественно, я могу послушать, как вы это делаете. Вот по этой же самой теме. Кто-то будет, например, там кому-то только во вторник может, кто-то может только в четверг, кто-то в субботу. Ну, посмотрим, как мы распределимся. Дай Бог нам собрать группу, а там уже кто, когда будет оставаться после группового занятия, это мы уже на месте, как говорится, во время. Все мы люди, у нас помимо занятий, помимо самосовершенствования, есть еще много других занятий, увлечений, деятельность какая-то, бизнес и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что мы для каждого найдем удобное время, удобный день, удобное время. Программа. Программу первого модуля я расписала очень подробно, начиная с органов голосообразования, дыхательных упражнений, дальше свободное звучание, развитие гибкости, диафрагмы, потом тембр, как бы диапазон голоса. Ну, объяснила уже, тембр точно мы изменить не можем, а вот диапазон звучания очень даже. Можно сделать голос более высоким, можно более низким, да, и вот, собственно говоря, мелодику выстраивать то выше, то ниже, в зависимости от того, что говорим. А вот дальше, динамические оттенки. Ну, нельзя же говорить все время громко. Либо все время очень тихо. Надо как-то уметь владеть, да, и тихим голосом, но тем не менее достаточно четким, да, и в то же время уметь посылать голос вдаль, чтобы он был полетным, правда же? Вот это та самая гибкость. Можно и так, можно и так. Дальше. Понятие темпа и темпоритма. Очень важные понятия. И, кстати, вот именно этим очень многие не владеют. То есть вроде бы как интонация есть в голосе, вроде бы как и диапазон какой-то, а темп какой-то все время одинаковый. Особенно те, кто вот излагают что-то, да, вещают, например, что-то. Они все говорят в одном темпе. Вот как привыкли рассказывать там, читать книжку ребенку, да, вот так в одном темпе все и говорят. А ведь по жизни, когда мы ведем диалог, мы так не говорим. Мы то убыстряем свою речь, то замедляем. И говорим. То, что нужно запомнить, мы замедляем обязательно. Дальше. Обязательно дикция. Дикция. Особенно те, кто пользуется техническими средствами, ну, что называется, съедают технические средства часть нашей дикционной четкости. Поэтому тут надо лучше владеть дикцией. Понимаете, о чем я говорю? То есть не просто так, как в жизни, на расстоянии 30 сантиметров, полутора метров, а гораздо более четко развить свой артикуляционный аппарат, чтобы он, мышцы, работали лучше. Четче будет все. Ну, и вот буквально вчера, нет, позавчера выступала перед аудиторией, которая предоставила мне свои видеозаписи. Ну, а логизма просто море. Люди ставят акценты, логические ударения, но просто на самые разнообразные слова, только не на те, которые нужны. Что касается второго и третьего модуля, то программа пока что, как говорится, я ее могу о ней рассказать, но пока что не могу ее записать четко. По той простой причине. Я не знаю, какая соберется у меня группа. Я не знаю, какое будет стартовое состояние у ее участников. Что им будет нужнее? Понимаете, о чем я говорю? Я могу предлагать какую-то программу, но мы вместе можем ее трансформировать. Это, знаете, как трансформер. Как трансформер. То есть есть какие-то блоки, которые можно переставлять, и мы получим, в общем-то, различную фигурку. Я планирую, прежде всего, мы уже по опыту знаем, что людям нужна работа с эмоциями. То есть обязательно будем работать с эмоциями. Это будут психотехники какие-то, актерские техники, МЛП-техники, для того, чтобы вы научились не только просто так, на упражнении, изменять свое состояние, но чтобы вы его прямо на материале, прямо в тексте, прямо на своей речи научились изменять. Чтобы вы, к примеру, начали очень печально, с одной энергетикой, а закончили совершенно бравурно, чтобы это были совсем другие эмоции. Понимаете, чтобы это тоже можно было изменять, и для этого есть технические определенные средства. Потом обязательно будет тема ази спичрайтинга. Спичрайтинг, ну, знаете, что это такое, да? То есть это написание, собственно говоря, речи. Причем написание речи, вот написание просто текста для чтения, сильно различается. Даже по структуре различается, вот по внутреннему содержанию различается. Поэтому нужно же для того, чтобы произнести какую-то речь, надо же ее сначала не только обдумать, ну, в общем-то, как бы для начала, пока, как говорится, не накопили опыт, да, нужно ее прописывать. Особенно если это у вас очень короткая какая-то речь. Ну, на видео, например, вы хотите вот что-то записать, видеообращение, да, видео-селфи, как я называю, то, конечно же, это, ну, должна быть очень, не просто продуманная, а прямо-таки написанная, ну, если не выученная наизусть, то близко к тексту сказанная речь. Потому что бывают какие-то афоризмы, включая, что, да, бывают вот конкретные слова какие-то, хочешь использовать. Если ты просто продумал, ты легко о них можешь забыть. к ораторскому мастерству, какие лучше использовать речевые модели, да, скажем так, вот, в диалоговой речи, в монологовой речи. Каким образом лучше отвечать на вопросы? Какие вопросы самому нужно задавать, чтобы получить определенные, скажем так, определенные ответы, даже не ответы, а информацию? Скорее так, лучше сказать так, получить нужную информацию. О программе понятно, все понятно, да?